Новый учебный год начался в Нижегородской области в очном формате. По словам замгубернатора Давида Меликогусейнова, обстановка с распространением коронавирусной инфекции в регионе сейчас более спокойной, чем во многих других субъектах страны. Однако расслабляться еще рано. Во всех образовательных учреждениях продолжат соблюдать противоэпидемические меры. Также на собрании замгубернатора ответил на вопрос родителей о переводе школьников на дистанционку во второй половине сентября. Такого в планах, вообще в повестке обсуждения сегодня нет. Конечно, мы следим за эпид-обстановкой, но на сегодняшний день этот вопрос не обсуждают. Многих родителей волнует вопрос об обязательной вакцинации от COVID-19 для школьников. По словам замгубернатора, пока разрешения на то, чтобы начать прививочную кампанию нет, но вакцинировать детей в будущем действительно планируют. Пока нет рекомендации, что она будет обязательная. Вакцинация добровольная для детей планируется, но она планируется не для всех детей, а начиная с 12 лет. Именно с этой возрастной категории сейчас идут клинические исследования имеющихся вакцин. Также замгубернатор напомнил родителям, что нужно чаще говорить с детьми о безопасности, объяснять правила поведения с незнакомцами, контролировать действия в соцсетях, показать безопасный путь от дома до школы. Не поленитесь, это может спасти жизнь. Не поленитесь, сядьте с ребенком. Это даже элемент игры интересный. И вот нарисуйте из точки А в точку Б, из дома в школу, из школы, там есть ли секция какая-то, и дальше домой. Как ребенок передвигается. Разложите на временные отрезки его путь. Посмотрите, где основные риски, где он должен быть максимально внимателен. Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова рассказала на собрании об отмене обязательного изучения второго иностранного языка со следующего года. Изучать его или нет, будут решать родители. Кроме того, речь шла о переходе на пятидневку. Как учиться в школе пятидневной или шестидневной учебной недели – это полномочия директора школы. Мы можем лишь дать рекомендации, мы можем лишь показать механизм. Это не ломает учебный процесс, это не приводит к тому, что становится по большому количеству уроков. Это лишь правильно выстроенное расписание учебных занятий и правильная организация учебного процесса. Вопрос о переходе школ на пятидневное обучение общественность поднимает не первый год. Мы решили узнать у саровчан, как они относятся к дополнительному выходному для школьников. Конечно, нужно обязательно. Дети очень сильно устают, тем более сейчас очень большая нагрузка. Программы усложненные, поэтому отдыхать нужно всем. Я считаю, что это обязательно. А почему? Потому что сейчас дети очень сильно заняты. Столько кружков, столько нагрузок. А кружки тоже дают знания. Не просто развлекательные, даже спортивные кружки. Они обучающие, поэтому я считаю, что все-таки нужно пятидневку водить. Конечно. Я считаю, да, нагрузки очень большие у детей. Дети приходят все усталые, а у них еще секции. Поэтому считаю, что обязательно. Много вопросов от родителей было посвящено ОГЭ и ЕГЭ. По словам Ольги Петровой, уже появились проекты КИМОФЕГЭ. До 1 октября будут определены правила поступления в ВУЗы и СУЗы на следующий учебный год. После чего состоится большое онлайн-собрание для родителей выпускников.